Всем привет, дорогие друзья! С вами Степа Волф и канал обо всем подземном и заброшенном. И в канун 2021, нового 2021 года, мне хочется сначала поговорить об уходящем годе 2020, проводить его. Потому что у очень многих из вас, и у меня тоже, этот год ассоциируется с отрицательными событиями. Прежде всего, это пандемия, которая, скорее всего, перевернула жизни большинства из нас, порушила планы большинства из нас. У меня, например, на этот год были совершенно, на уходящий 2020 год у меня были совершенно другие планы. Но, к сожалению, им не суждено было сбыться. Поэтому давайте немножечко сейчас все-таки я расскажу о 2020 годе уходящем. Мы его проводим, чтобы все плохое, что было в нем, осталось с ним вместе, ушло в прошлое. И мы забыли об этом, как о страшном сне. И в 2021 год, в новый 2021 год, взяли только все самое лучшее. А в 2020 году были и положительные события. Я думаю, каждый для себя сможет найти что-то хорошее, что осталось в уходящем 2020 году. Потому что, ну, нельзя жить только отрицательными эмоциями. Наверняка у каждого произошло что-то хорошее. И у меня тоже были хорошие события, о которых я сейчас быстренько расскажу. Год этот, 2020, я начал с поездки в Финляндию. Отснял там очень интересный материал. Побывал в очень красивых местах, в исторических, с огромной историей, с очень интересной архитектурой. И большинство из этого материала выйдет на моем лайв-канале. Потом, уже под конец самоизоляции, нам удалось выбраться, нашей команде удалось выбраться на Кольский полуостров. Это уже третья моя поездка на Кольский. И в этот раз мы побывали в невероятно интересных местах. В основном, эта подземка, это очень необычная для, скажем так, лазающих товарищей из Центральной России подземка. Очень своеобразные это скальники. Например, мы спустились с сальвснаряжением с очень трешовым спуском в один из скальников, построенных во время Второй мировой Великой Отечественной войны в самом центре столицы Заполярья, Мурманске. Мы побывали в недостроенном запасном командном пункте Северного морского флота, который был вырублен невероятным трудом строителей, вырублен в монолитном скальном грунте, в монолитной скальной породе. Причем этот ЗКП, он сейчас является законсервированным. Он охраняется. Там провели новую электропроводку. Вы посмотрели еще очень много интересных мест в Мурманской области. Если рассказывать, что не получилось, в эту поездку не получилось посетить Кировск. К сожалению, Кировск был закрыт на карантин. То есть, когда мы уже свободно передвигались по территории России, ехали из Москвы на Кольский, Кировск еще был закрыт на карантин. И, к сожалению, попасть нам туда не удалось. Все въезды в Кировск патрулировались и нас просто развернули на объезде и отправили дальше в сторону Мурманска. Потом, вернувшись в Москву, буквально практически сразу мы поехали уже к южным, на южные территории России. Мы посмотрели там тоже очень красивые, очень интересные объекты, отсняли их. Я, например, для себя увидел уникальный объект, то, что я раньше не видел, дренажную систему для родниковых вод. И построена она, при ее строительстве были вырыты два ствола, очень красивых. Все мы это, естественно, отсняли. И завершили мы поездку по Ростовской области, проведя пару дней в Таганроге на берегу Азовского моря. Ну, просто там расслабившись и отдохнув. В принципе, наверное, из таких положительных моментов, которые мне запомнились в уходящем 2020 году, это, наверное, все. Остальное была рутина, рутина, которая была связана с моими порушенными, изменившимися планами, порушенными пандемией. И, к сожалению, это заняло у меня очень много времени, решение текущих проблем, связанных вот с изменением моих планов. И, к сожалению, в этом году я очень мало выпускал роликов на основной канал, очень мало выпускал роликов на лайк-канал, о чем я очень сожалею. Но я надеюсь, что в следующем году мне удастся эту проблему исправить. И весь этот отснятый материал в 2020 году я надеюсь, что я смогу уже выложить в наступающем, в 2021 году, то, что мы ездили, снимали, трудились специально для вас, дорогие зрители, дорогие подписчики. Ну и, как обычно, хочется поздравить вас с наступающим, пожелать вам всего самого наилучшего в наступающем 2021 году. Здоровья, интересных путешествий, интересных встреч, чтобы уже не происходило никаких неожиданных событий, которые так шквально набросились в нашу жизнь. Вот надеюсь, что таких неприятных событий в новом 2021 наступающем году не будет. Надеюсь, что вы все встретите его классно, что 2021 год принесет вам как можно больше хороших воспоминаний, когда мы его будем провожать ровно через год. Итак, друзья, с наступающим новым 2021 годом вас! Всего вам самого наилучшего в новом году! С наступающим вас, друзья! С 2021 года! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok